Добрый вечер, Вестник в эфире. Сегодня разговор пойдет о коммунальной службе. В передаче принимают участие Венгер Владимир Николаевич. Венгер Николай Владимирович, извините, это главный инженер ККП Якут. Это Дома Юрий Владимирович, главный инженер ЖКХ МГС. Зинуров Владимир Григорьевич, директор управления тепловода КАНА. Я обращаюсь к Зинуру Владимиру Григорьевичу. Отключения воды, которые недавно практиковались, они очень нервировали наших жителей. Будут ли в дальнейшем такие отключения и с чем они были связаны? Действительно, в последние годы отключения воды, болезни отразились на населении. Отключение воды, наверное, будет и на следующий год. Дело в том, что в период с октября по май месяц, в связи с промежанием грунтов, дебет сквозно резко падает. Поэтому, чтобы оставить противопожарные запасы в костях, мы в течение 4-5 часов, особенно ночное время, отключаем воду, накапливаем их в заберное время, стараемся его подавать. Ну, что в этом плане делается? На сегодняшний день мы работаем с научно-исследовательскими институтами, работаем с геологами, чтобы каким-то образом на Верхнем Нелегинском водозаборе дополнительно пробурить сквозны и мощность водозаборов увеличить. Также сегодня мы начинаем работы по бурению новой сквозны в районе резервного водозабора. Это на площадке, на площадке развязанной Рубинской. Ну, вот, в общем-то, в воде всток, можно еще сказать. И ближайшее отключение когда можно ждать? Ну, ближайшее отключение можно ждать, я говорю, это начинает где-то с ноября месяца. А можно так сделать, чтобы хотя бы в субботу или воскресенье не отключать воду, когда жители дома? Я боюсь, что это нет. Какой у нас самый неблагоприятный водозабор в городе? Самый неблагоприятный водозабор в городе у нас это Нелегинский водозабор. На сегодняшний день необходимо поселок пионерный, который не канализованный, срочно переселять. Загрязнение в основном поступает с поверхности рельефа вот этого неорганизованного поселка. И в период оттайки, в весеннее время особенно, и в период ливневых граждей, вся грязь вот эта валом поступает в сторону реки Чунин, загрязняет сквозьми. И резко повышается бактериальное загрязнение воды сквозьми. Это тоже влияет также на систему водоснабжения населения. Программа переселения, принятая на второй сессии горсовета, она сейчас выполняется? Ну, выполняется. Сегодня, в общем-то, программа выполняется. И предприятия на сегодняшний день покупают квартиры, переселяют своих работщиков. Мы сегодня с улицы Монтаза, курса, переселились из семей. Если программа будет выполнена, это уже будет какой-то плюс? Да, это будет какой-то плюс. Да, в общем-то, основная причина загрязнений, это действительно на этот поселок. Но остальные вопросы, которые связаны, в общем-то, зависящие от нас, я думаю, мы будем их принимать. Владимир Григорьевич, тогда еще такой вопрос. Вот внутри кварталов часто ведутся работы. Вот на сегодняшний день это улица Комсомольская, это в районе Челбона. То есть получается так, когда идут аварийные работы, легче разрыть, а взрывается значительно сложнее и позже. Вот как Вы это прокомментируете? Да, это наша беда и наша вина. Беда в том, что особенно в квартале М и в этих кварталах трубы, в общем-то, в течение 5-6 лет выходят из строя. Нам приходится часто делать аварийно-восстановительные работы. После этого мы иногда даже не успеваем восстановить и асфальтовое покрытие, и зеленую зону нарушаем. На сегодняшний день мы заключили договор с ДРЦУ, НГКО, ЖКХ, и я думаю, что где-то к осени мы постараемся восстановить эти работы совместно. Мы оплачиваем эти работы, они будут заниматься восстановительной работой. Много вопросов поступает по дому проспект Дружбы народов 17. По дружбе народов 17, на сегодняшний день дом запитан по временной схеме. Я думаю, что сегодня мы ведем там работы. Ну, в течение, наверное, двух-трех дней мы эти работы закончим, и дом будет запитан по нормальной схеме. По плановым отключениям воды? Ну, по плану отключения воды, по плану отключения воды. Вы имеете в виду, наверное, связанное, я сразу пользуюсь моментом, хочу предупредить всех жителей города, что с планом ремонта магистральных тепловых сетей, которые проводит Нерюбинский Огресс, с 15 по 25 июля будет пополнение отключения горячего водоснабжения. Сроки не будут продлены? Ну, обычно из опыта, что мы в течение 10-15 дней эти работы проводим, или не энергетики. Спасибо, Владимир Григорьевич. Николай Владимирович, Ваши квартала – это квартал К, М, Д, Г, Е, квартал Б? Да. В общем, эти Ваши дома. Скажите, пожалуйста, строительство дома заканчивается, дом сдается, но вокруг дома строительство в полном ходе. То есть строительная работа не прекращается. Как Вы прокомментируете эту ситуацию? Ну, у нас здесь возникает очень много проблем по этому вопросу. Дом принимается без благоустройства. Строители объясняют это тем, что происходит после асфальтирования внутриквартальных проездов, от мостки вокруг дома происходит проседание грунта. и решается вопрос по варианту исполнения благоустройства на следующий год. Это много таких домов на сегодняшний день. Строители выдают гарантийные письма, но в полном объеме они свои гарантии не исполняют. Тема объясняется у нас работы, которые ведутся после сдачи, приемки дома и заседания жильцов. А какие сейчас у Вас наиболее неблагоприятные территории? На сегодняшний день у нас работы по благоустройству не закончены, хотя дома сдавались строительные позиции 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 в квартале Б. Жильцы видят это по улице Ленина, эти дома стоят. В квартале К выполняется работа, но не в полном объеме. И я думаю, что по всем гарантиям строители не выполнят благоустройство домов. Юрий Владимирович, у Вас такая же ситуация. Я хочу только напомнить, что Ваши дома в кварталах Н, НКЗ-3 и квартал А. Я думаю, что это беды общие. И ситуация у нас, наверное, аналогична, как и у других коммунальных служб города. Ну, самое больное наше место – это квартал Н, квартал строящийся. Сейчас в квартале возводится 5 домов. И это все несет за собой грязь. Убраны временные тротуары. С котлована откачивается вода на рельеф. Ну, и этот квартал внизу, и там у нас большие трудности с отводом воды. Он собирает воду из полгорода. И большие трудности с отводом воды. В этом плане, что я хочу сказать. Якут, граждан проект должен до 10 июля выдать проект. Задержал он его на месяц. И до начала холодов, до сентября месяца, значит, комбинат Якут и энергострой должен выполнить дренажные и водоотводные работы, чтобы убрать воду из квартала. Ну, и тем самым как-то улучшить проезды, подходы к домам, которые находятся внизу квартала. То есть, в квартале Эллы же жители могут иметь хоть какую-то надежду? Да, надежду они могут иметь. Ну, я думаю, что здесь и госполком нам помогает в этом плане, значит, и работает ЭОКС, и строители, энергостроители должны выполнить задачу в этом году. Вот только что сдались 4 дома по улице Ленина. Номеров на домах нет, так же, как и название улицы. Мало того, у нас в городе есть дома со стажем, где, допустим, Южная Якутска, 36-1, на котором мелом написано, и рядом располагающиеся дома также не имеют ни названия улиц, ни номера дома. Кто ответит, почему такая ситуация? Ситуация, в общем-то, это упущение коммунальных служб. Здесь надо признать нашу ошибку. В общем-то, работы жильцы домов, видят, на некоторых домах появились у нас названия улиц, нумерация домов. Но я считаю, что в июле, в начале августа все эти упущенные недостатки будут устранены службами коммунального хозяйства Комбината коммунальных предприятий. Значит, службы такие, как скорая помощь, связь, таксисты и вообще приезжающие в наш город люди, я думаю, вам будет полегче, нежели сейчас. Посмотрим, как эти будут наши планы. Сейчас я хочу остановиться на ремонте крыши температурных швов. Работы ведутся. Мы видим, что, в общем-то, многие дома ремонтируются. А что в будущем? По ремонту мягких крови у нас эта проблема стоит на протяжении существования всех служб коммунальных городов. Значит, те дома, которые строители сдают зимним вариантом, то есть зимой, и выполняют кровли мягкие зимой, проверить их, ну, никак невозможно. И потому-то у нас возникает очень много проблем с сечами крови. Новые дома, которые просуществовали, простояли в эксплуатации два, три, год, даже есть такие дома. Жители этих домов знают, что кровли их не побежали. Значит, коммунальными службами ведется определенная работа по ремонту мягких крови. Но проблем здесь наших очень много хватает. Это жители Ленина, жильцы дома Ленина-7-1 видят, что дом заканчивается. Значит, закончили дом по Аюнску-2, ремонт кровли. Сейчас ведутся работы по дому Дружбы народов-33. Основная проблема – это отсутствие специалистов, то есть кровельщиков по этим работам. Если взять, два года назад у нас существовала бригада человек 20-25, то на сегодняшний день у нас нет ни одного специалиста по кровельным работам. Мы ведем просто работы по совместительству плотниками своих бригад, своих участков. Кому-то сегодня Вы уже можете сказать, что сделать Вы не сможете их крышей? Здесь проблема у нас упирается в отсутствие механизма. Значит, жильцы с пятого этажа по девятый по утеплению температурных и межпанельных швов. Я эту проблему, то есть комбинат коммунальных предприятий решить сам не сможет. Мы заключили договор с Иркутском, с Красноярском, но до сих пор работники этих организаций не приступили к работе. Финансировать у нас возможность есть эти работы. Владимир, Юрий Владимирович, у вас положение такое же? Ну, что касается температурных швов и кровель, значит, заключены тоже договора. Значит, к этим текущим ремонтам мы уже приступили. Значит, капитальные ремонты мы надеемся выполнить в июле и июле. Значит, по кровлям это семь домов, по швам это порядка десяти домов. Ну, положение такое, что придется по швам делать выборочный ремонт, а не ремонт всего дома. Значит, по тем заявкам, которые у нас, ну, скапливаются отдельно в тетради, регистрируются в журнале. Будем делать выборочный ремонт по швам. Я надеюсь, что эти работы должны быть выполнены. Они плановые и выполнены. По внутри домовым утечкам воды. Специалист утверждает, что эти утечки составляют от 12% до 20%. Какие меры проводятся, учитывая состояние сантехники? Да, вопрос поставлен правильно. Я считаю, что основная причина – это утечек. Это незаинтересованность жильца в наличии этой воды и в устранении этих утечек. При существующих сегодня ценах смеситель стоит от 300 до 800 рублей. Не каждый жилец может себе позволить приобрести такой смеситель. А ведь срок службы разборной арматуры до 15 лет. То есть комбинат коммунальных предприятий не имеет возможности поставить всем жильцам, у которых есть утечки, смесители, заменить все вентиля, задвижки. Я считаю, что эту проблему надо было решать с самого начала. Установить все водомерные счетчики на каждую квартиру, чтобы каждый жилец платил за израсходованную воду из своего кармана. А так получается, что это не мое, не наше. Вот потому-то такая основная проблема. Но есть и наши проблемы внутри организации. Это и недобросовенность семейных подрядов, мастеров, халатное отношение наших служб к этой проблеме. Николай Владимирович, если я вызываю слесаря, что он может мне сделать, имея при себе? Слесарь только может заменить прокладку. На сегодняшний день у нас отсутствует смесителя. Предлагаемые смесителя малыми предприятиями, всеми торгующими организациями, мы не в состоянии купить, приобрести даже 100 смесителей. У нас сегодняшний день на картетеке 33 миллиона рублей. Юрий Николаевич, а положение с деревянными домами? Ну, что касается деревянных домов, а у нас на балансе стоит 204 дома по поселку Серебряный Бор, и 4 дома стоят на балансе у нас по Новому городу, по Южной Акутской. Значит, здесь положение еще хуже. Дома постройками старее, построенные они были раньше. Значит, сети, сети были выполнены в основном на Чернотрубе. Сети сейчас приходят в негодность. Значит, и уже долгосрочная служба сетей, значит, нарушена изоляция, сети замерзают. Люди открывают воду на пролив, чтобы сети не замерзли. Это дополнительные потери как воды, так и тепла. Значит, там положение еще хуже, значит, чем по Новому городу. Дома деревянных застройок. И вообще проблемы у вас связаны с сантехникой по вашим домам? Ну, проблемы, они сродни, это комплектация трубами запорной арматуры. Значит, ну и здесь существуют кадровые проблемы. Сейчас мы ощущаем большой дефицит как в сантехниках, электриках, так и в рабочих подрядах. Значит, особенно это касается в летний период, когда идет массовая отпуска, когда люди, значит, решают свои проблемы по целевым чекам. Сейчас большие кадровые проблемы тоже нас очень сильно бьют. И больной вопрос в нашем подъезде. Они темные, они грязные, и ваши меры проводимы в этом плане? На сегодняшний день у нас 6 домов, которые стоят без обслуживания, без обслуживающего персонала. Я уже говорил об этом, об кадровые проблемы. Но и здесь нужно отметить отношение жильцов к нашему жилому фонду. Ведь, посмотрите, лампочки разбитые, выключатели разбитые, патроны оторваны, двери выбиты. Ведь это не подрядчик, ни коммунальная служба не нанесла такой ущерб жилью этому. Это ведь жильцы. Работа с жильцами сейчас проводится мастерами. Собирается собрание, но результатов никаких почти что. Есть, конечно, и впущение в нашей работе, это недобросовестность обслуживающего персонала. Вот так решается. Юрий Николаевич, у вас какое положение? Ну, по обслуживанию домов семейными подрядами, у нас почти все дома здесь на семейных подрядах. Значит, здесь можно сказать следующее. Ну, не все семейные подряды, будем говорить, добросовестно относятся к своим обязанностям. Есть подряды лучше, есть хуже. Ну, в основном они выполняют свою задачу по уборке мусора, значит, и по помывке полов. Что касается содержания подъездов, что касается содержания подъездов, это лифтового хозяйства, значит, электротехнического снабжения. Значит, здесь проблемы большие. И я тоже хочу подчеркнуть, что бережное отношение к своему жилью, значит, дает 80% результата. Потому что сейчас, сейчас очень трудно закомплектовать всем тем, значит, что необходимо. И если мы бережно будем относиться к нашему жилью, то мы будем жить более комфортно. И в двух словах о ваших проблемах. Ну, основная наша проблема, это не только комбинаты коммунальных предприятий, но и всего города, это отсутствие жилищно-коммунальной базы. Предназначенные для обслуживания и содержания жилья. Ведь могли бы наладить и городские службы. Это выпуск этой же запорной арматуры. И существует у нас мощный завод ремонтно-механический. Еще основная такая проблема, это текучесть кадров, отсутствие кадров. Это касается сейчас всех. Ну и сроки службы санитарно-технических приборов не выдерживают, ну, ни в какие сроки они не вкладываются. Ведь в подвальных помещениях приходится производить капитальный ремонт, смену внутридомовых сетей через 3-4 года. Хотя срок службы их до 15 лет. Это лишние затраты, лишние жалобы от жильцов на отсутствие воды и утечки канализации. Юрий Николаевич, у вас общие проблемы? Ну, я дополню к тем проблемам, которые коснулся мой коллега. Значит, добавлю, что сейчас, к сожалению, на первый план выдвигаются проблемы финансовые. Значит, не секрет, что многие службы и предприятия, госпредприятия города находятся в картотеке. Их платежи идут очень долго. Значит, работают сейчас по новому закону из предоплаты. Это, ну, можно сказать, очень сильно бьет нас в работе и по приобретению материала, значит, и по расчету с нашими подрядчиками за выполненные работы. Значит, и вот эта проблема тоже сейчас стоит очень остро, наряду с теми, которые... Еще одна проблема, я хотел бы пользоваться тут, что я хотел бы добавить, что присутствие воды в подвальных помещениях, присутствие воды в затопленной сети тепловодоканала. Значит, очень много жалоб поступает на... В подвале вода стоит, трубы проходят горячего водоснабжения через эту воду. Значит, испарение получается на первой этаже. Много очень жалоб от жильцов. Это и выход электроснабжения, домов. И с этой проблемой, я считаю, надо бороться не только, то есть решать эту проблему не только коммунальным службам, но и всем службам. Заканчивая передачу, я хочу поблагодарить наших участников. Тема актуальная. По вашим вопросам, по вопросам телезрителей мы еще раз встретимся. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok